Клетчатка. Много мифов и неточностей есть в этой теме, люди только знают, что её нужно есть. И больше ничего, кроме того, что клетчатка это сорбент и необходима для перистальтики. Итак, это видео будет полезно и для старых моих зрителей, для напоминаний, и новым, конечно же, на канале для грамотности, биологической, медицинской, а также бытовой, житейской. Так что же такое клетчатка? Клетчатка это компоненты пищи, которые не перевариваются в ферментной системе организма человека или почти не перевариваются, но перевариваются кишечной микрофлорой. Это пищевые волокна, которые состоят в основном из полисахаридов. Все стенки растительных продуктов построены именно из них. И клетчатка содержится только в растительных продуктах и грибах, в высших бездеальных грибах. Клетчатка бывает растворимая и нерастворимая. Нерастворимая клетчатка это целлюлоза. Именно нерастворимая клетчатка действует в желудочно-кишечном тракте, как сорбент, поглощая в себя токсичные вещества. И это одна из ее функций. Клетчатка также стимулирует перистальтику кишечника, верно? И увеличивает тем самым объем каловых масс, и тем самым она препятствует запорам. Про растворимую клетчатку пектина я подробно рассказывал в своей лекции «Пищеварительная система». Клетчатка в том числе нерастворимая есть и в ягодах, и в овощах, и в фруктах. Все растительные продукты содержат клетчатку в той или иной мере. А по таблице видно, что больше всего ее на 100 грамм продуктов. В чечевице, в грибах сушеных, и рекордсмен здесь лисички, до 35 грамм на 100 грамм продуктов. Миндаль. Ну и конечно же различная зелень. Твердая оболочка это всегда нерастворимая клетчатка, помните это. И в этом смысле не надо есть отруби специальные, как почему-то советуют врачи. Надо просто есть живую растительную пищу. Именно живую, термически необработанную. Поэтому идеально здесь будут салаты с различной зеленью. Укроп, петрушка, руккола, базилик, любисток, что хотите, назовите, будете правы. Сныть, крапива, которую можно в зеленые коктейли добавлять, салаты. И не только. Яблоки, дорогие друзья, надо есть с кожурой, а не отрезая кожуру, как некоторые это делают, совершенно несправедливо. Конечно, если эти яблоки не обработаны химией какой-то. Потому что клетчатка в твердых оболочках как раз содержится. В основном нерастворимая клетчатка. Говоря о перистальтике, поясню, что это такое. Это волнообразное сокращение стенок кишечника, которое способствует передвижению каловых масс к выходу. Поэтому клетчатка жизненно необходима, в том числе и против запоров. Норма ее потребления 25 грамм, в некоторых странах 35 грамм в сутки. В каких продуктах содержится? Вот таблички, сейчас вы их посмотрите. Не нужно есть специально отруби, чтобы получить суточную норму клетчатки. Если вы едите хоть маломальски какое-то количество растительной живой пищи. Отруби это никакая не панацея. Почему так раструбили, раскрутили тему отрубей? Да все очень просто. Что такое отруби? Это твердая оболочка зерна, которая остается после мукомольного дела. Не путайте отруби с мекиной. Отруби это побочный продукт мукомольного производства. И никакой панацея не является. Отруби это нерастворимая клетчатка, целлюлоза. Но нерастворимая клетчатка есть во всех овощах, фруктах, зелени и грибах. Вопрос в ее количестве. Чтобы не выкидывать это добро, которое остается в гигантских количествах от мукомольного дела, ее и раскрутили. В том числе диетологи. Есть нужно живую растительную пищу. Тогда нет этой проблемы. И отруби не нужны. А самое главное свойство и необходимость клетчатки в другом. Клетчатка, дорогие друзья, является пищей для наших симбиотических кишечных бактерий, которые перерабатывают клетчатку. Если клетчатка живая, то тогда они ее используют для своей пищи. Многие виды бактерий. И вот уже в результате жизнедеятельности этих бактерий, в результате потребления клетчатки, как их видовой пищи, они поставляют нам в организм, в результате своего метаболизма, все необходимые витамины, и жирные кислоты, и другие ценные компоненты. Да, дорогие друзья, даже витамин В12 синтезирует именно бактерии. И витамин К2 синтезирует тоже бактерии, наши симбиотические, родные. А пищей для синтеза является клетчатка, но только если она живая, термически необработанная. Термически необработанную живую пищу в наши дни едят люди мало, практически не едят. И это плохо, и это одна из причин дефицита многих витаминов и других жизненно важных компонентов. Но есть и вторая причина – химизация сельского хозяйства и нашего с вами быта. Посмотрите обязательно мою лекцию «Почему в наши дни мы не можем питаться только плодами». Посмотрите обязательно мою лекцию «Синдром дырявого перфорированного кишечника». Отчего такие проблемы происходят? И тогда, чтобы вы не ели, имея вот определенные проблемы, о которых я там рассказываю, человек современный в нашей жизни действительно может испытывать дефицитные состояния по многим питательным веществам, даже если он их с пищей якобы вроде бы получает. Разберитесь, дорогие друзья, в этой теме. От этого зависят ваши жизни, здоровье. Мои лекции, дорогие друзья, помогут вам коротко, ясно, четко понять, осознать эти проблемы и не допускать их в своей жизни. Это же все очень просто и несложно. Дорогие друзья, не увлекайтесь сладким. Помните выражение «много конфет или сладкого пирожных, неважно, будешь есть, слипнется»? Не ешьте вообще синтетические сахара. А натуральные – да, если нет определенных проблем. Но больше ешьте овощей и зелени. Это очень важно. Выводы. Итак, клетчатка – это действительно сорбент. Ну уж и лучший сорбент, безусловно, это калиновая белая глина. Это диатомит, органические кремнии. Самый лучший сорбент в плане поглощения, выведения из организма тяжелых металлов и радионуклидов – это, конечно же, гриб-дождевик. Посмотрите эту мою лекцию непременно. Клетчатка – это, безусловно, прекрасная работа кишечника необходимая. Но главное, что не говорят врачи, вот третий пункт – клетчатка – это пища для наших родных симбиотических бактерий, которые синтезируют нам практически все необходимые питательные вещества. И вопрос в том только, усваиваются ли они в полной мере или не в полной. И не усваиваются, если есть у нас такая проблема, которая называется синдром дырявого кишечника. А в наши дни она есть практически у всех. Но в этом виноваты не клетчатка и не симбиотические бактерии, а наша с вами жизнь, которая сейчас совершенно искусственна, неестественна, аномальна. И потому, чем дальше по цивилизации современного развития мира мы продвигаемся, тем все более и более больные становятся люди. И в этом вина, конечно же, самих людей. Надо задуматься, менять свою жизнь, менять не завтра, когда-нибудь в теории, в мечтах, а сегодня. Взять себя в руки и изменить питание, образ жизни, свое будущее и будущее своих детей, поколений и человечества в целом. Ешьте, дорогие друзья, овощи и зелень обязательно. Кстати, там есть уникальное вещество хлорофилл. Все, что зеленого цвета, там есть много хлорофилла. А вы, дорогие товарищи, подскажите, какие темы в следующих видео мне развить? Также коротко и темы, чтобы были важные. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео. Отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким. Поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.